Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это Академия Счастья. Продолжаем наше видео по улучшению качества жизни. Цель — это повышение осознанности. И в этом, вот я вчера рассказывал, практика процессинга, аудитинга очень хорошо помогает. Сегодня поговорим о том, может ли человек повышать свою осознанность, и как это правильно делать. Потому что часто человек хочет что-то изменить в своей жизни, но он не знает, как это правильно сделать. То есть он чувствует, что вот тут что-то неправильно, идет куда-то не туда, делает не то. Но как это изменить довольно сложно. То есть сделать такой поворотный момент, щелчок раз, и перестроиться. И вот когда человек действительно может это сделать, у него происходит переосознание. То есть он такой, о, вот это вот так вот. И чтобы это переосознание наступило, важно понять, что идет не так, и почему это так происходит. Вот в этот момент очень важно проанализировать, посмотреть, что вы делаете и как вы это делаете. Вот практика процессинга, она помогает заглянуть в прошлое, проанализировать те процессы, которые идут неправильно, и убрать те, ну скажем так, процессы, которые уже отжили свое. То есть мы двигаемся глубже, 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 смотрим, как это все работает, убираем негативный заряд, и состояние выправляется. Вот в этом-то и происходит вся суть, вся суть одитинга и процессинга. Эта практика на самом деле довольно простая, тут нет ничего сложного. То есть ее цель это изменение осознанности. То есть мы смотрим, например, в человеке, какие есть факторы, которые влияют на его жизнь, и исправляем их. То есть это происходит за счет переосознавания. То есть мы смотрим, да, я помогаю человеку заглянуть вглубь себя и посмотреть, а что же там идет неправильно. То есть какие процессы запущены, и как эти процессы неправильные отключить. И запустить правильные процессы, то есть направленные на улучшение качества жизни, на увеличение осознанности. И в этом происходит как бы суть процесса. То есть смотрите, у человека может быть большое количество неосознанных процессов, которые влияют на него, он даже не знает о том, что они происходят. И вот мы анализируем эти процессы. Если, например, идет процесс какой-то у человека, что он там забывает или теряет какие-то вещи, или постоянно попадает в неприятности, да. То есть наша цель это посмотреть, когда он запустился, какое решение привело к его запуску, и отключить его. И мы двигаемся, смотрим, вот пришли в этот случай, проанализировали его, перепрожили, и убрали оттуда негативный заряд. Потом посмотрели более ранний подобный случай. И так мы выходим на те случаи, когда это все началось. И вот когда мы это все исследовали, убрали, соответственно, состояние человека выправляется, и он начинает жить осознанно и счастливой жизнью. Вот в этом и суть процессинга. То есть суть в том, что каждый из нас может переосознать, то есть может убрать то, что влияет на него негативным образом, и изменить это. И все в нашем сознании. То есть когда мы меняем наше сознание, оно становится чистым, ясным, и мы начинаем действовать осознанно и во благо для себя и для других людей. Вот, и я помогаю человеку в этом. То есть бывает человеку сложно самому переосознать что-то, то есть он не знает, куда двигаться, как это исправить. А технология процессинга, она построена на экологичности, на понимании. То есть что каждый из нас это духовное существо, и мы можем убрать тот заряд, который накопился, и справиться с ним. То есть в этом вот вся суть. То есть я провожу человека как проводник, не то что даю ему советы, а как проводник провожу его и помогаю справиться с негативным зарядом. Вот, и тогда у него наступает переосознавание жизни, начинается новая жизнь, то есть наполненная радостью и счастьем. И вот когда происходят такие изменения, то соответственно человек начинает радоваться жизни, начинает получать достижения от нее, и увеличивает свой жизненный потенциал, поднимает эмоциональный уровень. То есть и все это за счет переосознавания. То есть мы просто посмотрели, что произошло, то есть убрали оттуда вот эти негативные эмоции, и наступило переосознавание тех случаев, где человек застрял, где застряло его внимание. То есть моя цель это пробудить человека и дать ему возможность высвободить свое внимание из вот этих случаев застревания. Вот давайте сейчас сделаем небольшую практику, посмотрим, как это работает. Вы ее можете делать потом самостоятельно или с напарником, или обратиться ко мне. То есть я провожу такие сессии на постоянной основе. То есть это можно делать соло, да, самостоятельно, но эффективнее это работает, конечно, с процессором, то есть с человеком, который помогает эти процессы пробудить и запустить правильные и убрать те, которые ненужные. Уединитесь, сядьте или лягте в удобном месте, закройте глаза, создайте пространство для вашей сессии и ощутите себя в этом пространстве, ваше тело в этом пространстве. Почувствуйте в этом пространстве есть ли что-то, что мешает вам, что-то, что вызывает бессознательные состояния, неосознанность. Вот и посмотрите, откуда это проистекает, какие случаи влияют на это. И потом двигайтесь в этот случай, переместите туда свое внимание и перепроживите его. То есть с полным намерением, с полной осознанностью, с полным принятием. И сделайте так несколько раз, пока этот случай не почувствуете, что там заряда стала меньше. Если есть более ранний подобный случай, например, вы выбрали ощущение злости и проработали случай там, где оно пришло, это ощущение злости. Потом двигайтесь дальше, глубже, проработайте следующий случай, более ранний подобный, где было ощущение злости. Тоже уберите оттуда негативный заряд. Итак, двигайтесь до самого раннего случая, где вот это вот было ощущение злости, перепроживайте его. То есть убирайте негативный заряд из этого ощущения. Вот когда вы почувствуете облегчение, у вас наступит переосознавание. То есть это как новое понимание жизни. Вот и всплывет у вас вот прям случай так очень явно и легко. И вы поймете, о, вот я же начал чувствовать злость, потому что там, например, это произошло еще в детстве. Да, там мама меня наказывала, я эту злость тогда не проявил, а сейчас вот она у меня вылазит таким образом. И что было принято суждение, что я там, ну, не знаю, не могу проявлять злость. А теперь она просто сама, ну, как бы вылазит и приходится ее подавлять. Вот таким образом происходит процесс переосознавания. То есть и цель это не то, чтобы убрать само воспоминание, а убрать просто негативный заряд. А знание об этом остается. Вот таким образом происходит трансформация. То есть этот процесс трансформации, он доступен каждому человеку. Поэтому, если вам это интересно, то напишите мне в личные сообщения. И самое важное, повторяйте такую проработку на ежедневной основе. То есть вы можете это делать самостоятельно, просто уделив каждый день столько времени, сколько у вас есть. Может быть это 5 минут, может 15, может быть час. Чем больше, тем лучше. Вот, очень важно оставаться наедине с самим собой и прорабатывать эти негативные состояния. Вот, если проработали одно, например, злость, можете потом взять следующее состояние ощущения страха, например, или то, что вам приходит. И также таким образом проработать его. То есть и когда вы почувствовали, что проработали достаточно, у вас наступило облегчение, можете завершить сессию и на этом, то есть, ну, закончить. И потом наполните пространство любовью, вот, чтобы оно было чистым, ясным. Вот, такие сессии повторяйте на ежедневной основе, это поможет вам в урегулировании вашего состояния. Вот, и, конечно же, если что-то не получается, то можете мне написать. Все мои контакты указаны будут под этим видео. В соцсети, вайбере я отвечу быстрее всего, или можно даже позвонить и сделать консультацию. Я расскажу подробнее о процессинге, и потом мы сможем договориться и сделать сессию для облегчения, улучшения вашего состояния. Я просто сейчас рассказал, как это работает, вот, дал эту практику, которую вы можете применять самостоятельно на ежедневной основе. Это то, что действительно помогает в улучшении состояния. Вот, если это было вам полезным, понравилось, то поставьте отметку нравится, подпишитесь на мой канал, вот, добавляйтесь в друзья в соцсетях, там мы можем пообщаться, да, и вы можете задать любые вопросы в комментариях к этому видео, либо личным сообщением написать мне, вот, как вам будет удобней. И, конечно же, включайте колокольчик, это напоминание о новых видео, они выходят на моем канале ежедневно. Также в описании будут две мои книги, это «Мир и вечного познания, полное исцеление». Вы их можете скачать и прочитать, вот, по ссылкам в описании, а не о том, как с помощью сознания создавать свои вселенные, и о том, как можно исцелиться и стать собой, стать осознанным, счастливым человеком. Вот, и, конечно же, я буду рад вас видеть в друзьях. Вот, я также провожу обучение процессингу, аудитингу, помогаю людям научиться и стать таким человеком, который помогает и себе, и другим. То есть, в этом моя цель, в этом моя миссия. Также, и то, что еще я делаю, это программа очищения, которая позволяет очистить тело от накопившихся ядов, токсинов, алкоголя, наркотиков. Вот, и также то, что еще есть в моем репертуаре, арсенале, это обучение, это программа по обучению, то есть, курсы преодоления подъемов и спада в жизни, достоинства и целостность личности. Они помогают обучиться основам жизни, справиться с подавлением и стать целостным духовным существом. Вот, пожалуй, это все, поэтому, если вам необходима консультация, обучение, процессинг, улучшение состояния, то смело пишите мне, я расскажу подробнее об этом и сделаем сессию по улучшению вашего состояния. На этом, друзья, будем заканчивать на сегодня. Сейчас появится парочка видео, это о том, как изменить судьбу, как избавиться от негативного заряда с помощью процессинга счастья. Посмотрите их и подписка на мой канал, мой сайт, заходите в гости. Вот, напомню, меня зовут Шевченко Александр, это проект Академии Счастья. Я вам желаю счастья, осознанности и до скорой встречи. Всего доброго.